В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте, в студии Олеся Харлина. И сегодняшние 15 минут мы посвятим людям, которые знают больше криминальных историй, чем все сценаристы вместе взятые. Смотрите прямо сейчас. Опасные делегации бабушек, взрывчатка в виде подтяжек, работа с космическими каналами связи и воровские малинники, давшие название современным объектам – это живая история рязанских ветеранов МВД, и они готовы ее рассказать. Люди, за плечами которых множество раскрытых преступлений, научных трудов и заслуг, даже на пенсии не сидят сложа руки, а многих и язык не поворачивается назвать ветеранами МВД. Ведь они по-прежнему преподают или продолжают активную деятельность вне служебных организаций. 17 апреля у ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск есть еще один приятный повод для встречи – вспомнить годы службы, рассказать такое, о чем современники не прочитают ни в одной книжке о Рязани. Один из самых любимых преподавателей и наставников полицейских Генри Иванович Королев пришел на встречу со своим главным оружием – учебниками и формулами. Он учит курсантов прогнозировать любой процесс с помощью комбинаторики, математической логики, анализа и знаний экспертов. Иногда по телевидению, в кино, там, следовательно, рисуют какие-то кружочки. Ну, это он просто обозначает связи. А оказывается, очень можно выйти достаточно просто, в условиях неполной или противоречивой информации, на рабочую версию. Пусть она будет не одна. В загашнике инженера кибернетика столько историй, что хватит на сериал с продолжением. До 15 лет он искренне думал, что зовут его Геннадий. И только когда пришло время получать паспорт, выяснил, что родителей так впечатлил роман Фенимора Копера, что они дали детям имена главных героев. А еще любопытно, что сначала он заработал кличку «доцент», а потом уже самоученое звание. Потому что я, когда боксировал, я был в аспирантуре радиоинститута, я заканчивал радиоинститута, поэтому в спортивной жизни меня все знали как доцента. Это строительство главного корпуса радиоинститута, 59-й год. Здесь я и Лев Милов, ныне доктор наук, профессор. Сегодня сам себя в шутку он называет медведем, за привычку уходить в своеобразную зимнюю спячку. С нежными вечерами любит почитать исторические книжки и мемуары. А вот с весны не знает лучшего отдыха, чем побродить по нехоженным местам с компасом. Хотя его справедливо можно назвать первопроходцем и во многих областях науки. Генри Королев известен далеко за пределами родных пенатов. Это сын Луиса Карвалана, генерального секретаря Чилийской компартии. Когда там был переворот, его посадили в тюрьму. В тюрьму посадили и его. Но ему удалось из тюрьмы выцарапать, но его там, видно, очень здорово били. К сожалению, через три месяца он уехал на лечение в Болгарию и там скончался. Кто бы подумал, что в Рязани запросто можно найти человека, занимавшегося разработкой возможностей питания марсианской экспедиции, где только температура должна была выдерживаться с точностью до 1 тысячной градуса. В высшей школе МВД он оказался после Дрезденского технического университета. Тогда по просьбе Щелокова Леонид Ильич Брежнев как раз выделил министерству три космических канала связи. В то время ужасная была связь, телефон, телетайп, утечка информации, шумы, помехи. И была поставлена задача в кратчайшие сроки разработать проекты и запустить 64 вычислительных центра по Советскому Союзу. Ну, нужны были люди, кадры. Сказали, вот на площади Ленина есть Рязанская высшая школа МВД. Надо пойти туда, организовать кафедру математических методов и вычислительных техники. Название порекомендовало министерство. Набрать кадры и начать готовить людей. Вот так я, в общем-то, и оказался в МВД. Это был 76-й год. И практически сразу, вспоминая Евгенрия Иванович, их начали готовить к Олимпиаде 80. В Рязанской высшей школе были доверены самые ответственные объекты. Ну, судите сами. Московское метро, гостиница «Москва», гостиница «Космос», спортзал «Крылья Советов», грибной канал в Крылатском, Битцевский парк. Пока вся страна болела за спортсменов и рыдала вместе с Мишкой, сотрудники МВД только и успевали предотвращать происшествия. Такого на уроках истории не услышишь. Чтобы дискредитировать Олимпиаду, шли на различные ухищрения. Например, мы обратили внимание, что с Запада приезжало очень много делегаций пенсионеров. Именно женщин-старушек. Выяснилось, что им поездка оплачивалась, и выдавались билеты на все соревнования, поскольку народу там было мало. Стадионы заполняли, там буквально бесплатно пускали, в общем-то. Но у них было одно задание. К ним в гостиницу придет человек, которому они должны сдать свои косметички. Дарили косметички и все. Мы заинтересовались этим делом. Ну, естественно, работники госбезопасности через них, мы как помощники у них были. И оказалось, что собрав там делегации из 15 человек вот эти косметички, можно было из пяти из них собрать миниатюрный пистолет. Губная помада, ствол, флакончик, рукоятка. Как не опробовать заморскую игрушку? Цель диверсантов в этом и заключалась. Разбросать пистолеты по дворам, чтобы местная детвора из любопытства пальнула. Западные корреспонденты заранее знали, где ждать сенсации. Были времена. Пластиковые взрывчатки замаскированы под мужские подтяжки и оружие под личиной пряжек для ремня. И никому не расскажешь секретность. Нажимается кнопочка, она отбрасывается, оттуда торчат четыре ствола. Убойный сел на пять метров. В свое время именно Королев вылетал на мыс Форос выручать Горбачева. В свои пятьдесят профессор мог дать фору любому спортсмену. Вот вы эти кадры видели, когда он спускается с лесенки. Это он не с президентского самолета. Это тот, который мы захватили в Москве. Мы его штормом брали в Москве во Внуково. А эпизод с автомобилем потом рассказывали так часто, что многие воспринимают его как байку. Рудской срочно попросил подмогу. До сих пор загадка, как 12 человек личного состава с вещами и автоматами уместились в одной легковушке. Когда эта машина подкатила, Рудской по-русски сказал, «Я вам что?» Сказал «12 человек». «Так точно 12». Он не поверил своим глазам, начал считать. 12 человек вылезли. Но, правда, трое сползли с крыши, потому что поперед на крышах лежали ногами, руками. За этим три человека в багажнике сидели, остальные там в салоне друг на друга. 12 человек. Мы потом в сельцах, в наших лагерях, пробовали повторить это. Без оружия не получилось. А ведь в этом и заключается задача полицейских всех времен. Вовремя включить дремлющие каналы, среагировать на ситуацию. Полицейский не перестает быть сотрудником ОВД, снимая форму. Многие истории Владимира Закопырина начинаются со слов «в обычный выходной день». Однажды пришлось пробираться сквозь сугробы к семейной паре с грудным ребёнком. Их машина оказалась на обочине в снежном плену. Столько было благодарности в глазах вот этих спасённых людей, что понимаешь, что именно для этого и надо было жить. Сегодня все наши герои, вглядываясь в стенды музея, не скрывают улыбки. Всякое бывало. Иногда ответственность зашкаливала так, что приводила к забавным последствиям. Есть специальная пероловушка – защита от воров. Принцип её работы прост. Если стойкий химический краситель «Радамин» попадает на кожу хулигана, то метку ничем не смыть несколько дней. Такого помеченного человека и встретил на улице Владимир Закопырин. На днях грабителей как раз обнесли магазин. Как великий сыщик, я думаю, ну всё, не успел прийти в милицию и уже раскрыл преступление. Действительно, подхожу к нему, представляюсь, а он не может ничего пояснить. Пьяный очень. Каково же было разочарование молодого сотрудника, когда выяснилось, что вместо преступника был пойман пьяный гражданин, с которого только что сняли гипс. Отсюда и оранжевая рука. А если серьёзно, то хорошая память полицейских на ориентировке спасла немало жизней. Основным учебно-научным структурным подразделением университета является кафедра тактика специальной огневой и физической подготовки. Долгие годы это была вотчина Олега Григорьевича Насонова. Он как космонавт когда-то одним из первых ступил на Землю, где сегодня располагается сильнейший полицейский вуз. И, пожалуй, с той же периодичностью бывал дома. Без слов поднимался по первому звонку среди ночи и ехал на службу. В день съёмки он снова пожертвовал личным временем. И в свой день рождения приехал на встречу ветеранов. Поздравляем вас с днём вашего срождения. Спасибо вам за ту работу, за ту службу, которую вы проходили. Олег Насонов – многократный победитель и призёр чемпионатов МВД Советского Союза и России. Мастер спорта по стрельбе из боевого оружия. Тренер высшей категории. Через его руки и проходили лучшие кадры. В первом наборе было 16 золотых медалистов со средней школы. Пришли к нам учиться. Выпустились ребята. И сейчас они уже майоры, подполковники. Есть уже начальники управления. А он сам с удовольствием переключился на выполнение почётных обязанностей деда. И расскажет внукам о своей непростой работе. Суть сохранилась. И при любой власти, я думаю, органы внутренних дел занимаются этой работой. И как их ни назови, работа есть работа. Эта работа, в общем-то, достаточно благородная, ответственная, тяжёлая. Мне попросили найти фотографии какие-то. И вы представляете, я большей частью не нашла фотографии, которые в рабочее время. Потому что в рабочее время мы не фотографировались, мы работали. Некогда было. Я и домой работу приносила, и дома сидела вечерами. В семье Ольги Чемерёвой такой график был скорее нормой. Правда, обычно с журналистами общается муж. Вместе в сумме 56 лет отдали органам. Даже сегодня не обошлось без трудовой книжки. Вот что значит настоящий кадровик. Я хотела бы повторить всё, что было. Другого не мыслю себе. К форме я всегда относилась с уважением. Воспринимали серьёзно, и мы вели себя серьёзно. Коллектив был очень хороший, друг друга поддерживали. Мы и сейчас, по прошествии этого уже 35 лет, мы все дружим, перезваниваемся, общаемся. Редко где так, что ближе, чем родственники. Всё знаем друг о друге, кто заболел, кому помощь нужна. Встречаемся. Ольга Чемерёва начинала работать в Тульском райотделе. Какое-то время занималась проблемами трудных подростков. И много лет с удовольствием оформляла наградные листы для своих коллег. Не вспомнил добрым словом, а помню всегда. Это Кикатя Владимир Яковлевич, в честь которого назвали сейчас университет. Увы и ах, но сенсации, связанные с нашими полицейскими, не принято разглашать. Иначе региональные новости были бы куда интереснее. Сколько в своё время было возмущений и обид из-за того, что специалистам из какой-то там Рязани выпала честь работать над первым в ЦФО учебником по информатике. А знает ли кто-нибудь из современников, почему торговый центр «Малина» назвали именно так? Торговый комплекс «Малина» на месте центральной воровской малины Рязани. На самом деле воровских малин было три. Одна на улице Затинной, где криминальные авторитеты держали пристань и контролировали многочисленные баржи. Вторая в самых страшных трущобах на улице Подбельского, на месте нынешнего торгового центра «Малина». А третья в роще. Когда в 87-м году в Рязани началось активное строительство жилья и производства, на месте аэродрома Досааф решили возвести многоэтажки. Это был рай для грабителей и мародёров. Потому что дома строились быстро, без подвальных помещений, на сфаях. И вот ночью ребяточки заползали под дом, в полах щели, да, сырые были досочки. Они ложились под кухней и слушали, что говорят люди, завтракая, уходя на работу. Вот. Весь расклад дня был у них. Дверь хлопнула, люди ушли, доска приподнималась, квартира очищалась и всё. Был организован обкомом комсомола, в помощь уголовному розыску, оперативный отряд из спортсменов радиоинститута. Я попал в этот отряд. И наша была задача вползать под этот дом раньше их и брать. Интересно, какие истории лет через 30 будут рассказывать сыщики и практики о нашем времени. Но одно точно наверняка. Ветераны МВД всегда будут особой гордостью университета. Поздравить всех сотрудников, всех ветеранов, пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия, чтобы все жизненные планы выполнялись. Главный критерий хорошей подготовки полицейских – отсутствие потерь. Программа «Вызов принят» желает ветеранам и действующим сотрудникам управления не терять самообладание, силу духа и из любых командировок всегда возвращаться домой. На сегодня это все. А на следующей неделе не пропустите обзор главных криминальных событий и происшествий. Для тех, кто еще не знает, где найти наш архив, напоминаю сайт город62.тв. По дате эфира вы без труда отыщите любую программу наших журналистов. Желаю удачи и прощаюсь. До новой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин